Я даже не отреагирую на это, то есть для меня как бы, я даже не дам комментарий по этому поводу, и там тоже так же, то есть пока мы здесь вот в этой мешанине, для них это даже, они даже не дадут эти комментарии для самого себя, для своих жизненных ситуаций, потому что для них это не существует, это кажется как, ну, если хочется вот в этих играх играть, играйте. Просто есть на каждом уровне, на каждом этапе есть люди, которые показывают, что есть вы более глубокие, то есть, например, есть, я показываю какому-то одному уровню, мне показывают другой уровень, третьим показывают третий, то есть, которые со мной общаются люди, они не общаются там, вот есть люди, которые как мостик между мной и следующим миром, и вот этот следующий мир, я как бы их вижу, но я вижу только, я как бы общаюсь только вот с этими мостиками, потому что те, которые там живут, у них уже другие интересы, и я немножко не дорастаю до их интересов, я не понимаю некоторых вещей, я их не осознаю, не могу их еще перепрожить, поэтому мы с ними как бы на равных общаться еще не можем, потому что я понимаю, что меня вот приберят какие-то вещи, то есть я понимаю, что я не могу сказать, я поехала там на год туда-то, а вы дети уже большие, уже 10 лет, уж найдите, как себя обеспечить, то есть я понимаю, что я этого не сделаю, вот. Ну это многосландовая семья, я знаю, да, да, а сейчас на нашем детей очень много глицемерного такого, фальшивого, в нашей семье не наблюдаю этого. Хорошо, то есть они живут в этой, они живут же этой жизнью нашей страны, то есть, не знаю, там есть банковские счеты, квартира там, этого вообще уже нет. Нет. Ты же все можешь материализовать, как у тебя банковский счет. Ну что тебе нужно материализовать? Что тебе на том плане нужно? Опуская здесь, что вот, машину? Они так передвигаются. Одежду, ну как бы, ну, хотели материализовать на себе, не хотели, не материализовали. Что им нужно, чтобы вот эти вот, которые мы называем блага, это уже пройденный этап, это уже все. Посидеть в глазах, а о возможных ограничениях. То есть, вы говорите о моей мотивации, я когда вот это услышу, что в Китае сейчас площадка происходит, вот они там бегают, каждый день тесты сдают, уже их там хвалят, так ловнулся, молодец, можешь кредит взять, так не так ловнулся, нет. И тут я поняла, что моя мотивация, она где-то здесь. То есть, я вообще не готова. Вообще не готова. У тебя слово совсем вообще никак не готова. Чтобы кто-то меня как-то оценивал, чтобы мне что-то дать или не дать. Вот тут у меня начинается какая-то вот эта мотивация вот в этом месте. Свобода какой-то первейший такой. Не иди в отрицание. Ну, то есть, смотри, вот мне сейчас скажут, сейчас вот я буду выходить и нам скажут, чтобы выйти из этого здания, нужно всех проклеймить. Я не пойду в отрицание. Ну, как вы хотите, проклеймите. Меня-то это не поменяет, я-то пойду на дальнейший уровень. Понятно, что там где-то какие-то моменты, там их уже, если можно... А если сейчас аценировать? Нет, ну, смотри, если это будет... Если это будет... Учитывая, должно быть стереотипы. То есть, если я не могу выйти из этого здания, чтобы вообще здесь на всю жизнь остаться, как бы зачем мне здесь оставаться на всю жизнь, я тогда выберу второй вариант. Если опять ты говоришь про вакцинировать, то это тоже нужно понять, чтобы что? Как как бы на чаше весов-то что стоит? Нет, ну вот людей с работы бы гавняли. Если ты не вакцинируешься... Да, у меня есть... У меня знакомый 9 месяцев судьбился тоже, а потом все отдали все деньги за 9 месяцев. Восстановили зарплату. Как война началась, да? Нет, когда вакцинация пошла, и мы на работу отпускаем. Ну ладно, не надо пускать, тогда я пошел. Девять месяцев судьбился. Гардали за 9 месяцев деньги, но то, что все вакцинации выработали. Ну я про это тоже. Но он и новым вакцинации будут акцинировать. Покупать он принципиально не стал. Хотя можно... Всегда есть выбор, и этот выбор всегда делаем мы. Можно остаться здесь всю жизнь в этом здании, и здесь точно так же вести эфиры, точно так же какую-то жизнь. Есть же фильмы, да, где там вся жизнь показывается в одном здании. Можно и так прожить, а можно там всегда есть выбор. У нас есть всегда выбор без выбора. То есть мы всегда себя четко знаем, куда мы идем. Это я вам завтра расскажу про это, про желания. Вы поймете, о чем я говорю? Джек Лондон так и писал свои рассказы. Не выходя из комнаты. К каждому столе. А кто-то в класс лагерях выживал. Каждый день. Хороший пример. И люди, которые реагировали на задачи, которые понимают, что они хотят и как это нужно. Кто-то писал книги. Да, кстати, вот свой документ. Сериал Ромбин даже. Она не читала? Она не читала. Он же на нее ходит. И вот он как-то сидел в своем кабинете и писал там, ну что-то, что-то, писал какую-то речь свою очередную. Он был и революционером. А за окном был дождь. Вообще, это в Индии. И когда его подруга зашла в кабинет, хотела окна закрыть, потому что они были открыты, а там сильнейшие грозы и все такое. На подоконнике ни одна капля дождя упала. И вообще, все было сухо абсолютно и хорошо. Потому что вокруг него именно вот такой вот плотность была такая. Да, конечно, это все. Это, когда увидела... Первый раз, это было четыре года назад, когда я сидела в машине. И мы с девочкой общались. Тогда я только поняла, что есть вот эта вот телепортация, есть все вот это. То есть она это четко когда ощутила. Я сидела в машине и шел, это еще была на Урале, и шел дождь с такими крупными каплями, ливень с такими крупными каплями. У меня была достаточно неплохая машина, то есть крыша не дырявая, то есть никак. Я сидела, и когда мы с ней начали говорить, что как бы не существует по одним процессам, я вижу, что у меня рука на руле лежала, и капнула капля. Я понимаю умом, что эта капля не могла никак капнуть через машину. Да. Но я понимаю точно так же, что все мое сознание сказало, что все возможно, и дало мне это, как называется, знак. И с того момента, вот как раз четыре года назад, я начала очень плотно этим заниматься. Я вам завтра расскажу, как со мной происходили некоторые процессы, которые оказываются сказочными. Вот. И как это вообще, как наше тело это максимально быстро собирает. Это наше тело, это просто уникальное. Это действительно тот дар, которым мы практически не пользуемся. Свет, мы тут на откровении, да? Физическое. На откровении находимся. А вот это вот что вообще означает? Ну как бы. Ну это я говорю, что смотрите. Я просто видела, извини, сейчас скажу, по телевизору, там проститутки, что ли, в Австрии, не знаю. Вот они вот именно вот такое делают. Не знаю. Я это говорю, но это как кавычки. Как кавычки. Люди говорят кавычки. Например, добро, а на самом деле это зло. Добро. И вот говорят, добро. Как бы в кавычках, что типа нет. Всем добро. Я не знаю, может это какие-то символические? Нет. Я никаких символик не знаю. У меня такого вообще нет. Я не знаю. Ну как-то вошло эти... Ну это кавычки. Это обычные кавычки. Это в детстве. В школе говорят, там поставьте кавычки. Даже чтобы у нас в институте кавычки не забыли. Первый... Нет. Второй год только. Знаю про такие кавычки. Больше не будет. Ну не знаю. У нас как-то это может быть. Ну ладно. Ну что, ребят, будем прощаться до завтра. У меня сейчас будет еще встреча. Я вас завтра жду. Готовьте еще свои вопросы. Обязательно. Мы нам как минимум час на вопросы оставим. Чтобы их разобрать. Чем больше вы зададите вопросов, тем глубже мы вас вскроем. Вы пытаетесь аж меня отследить. Как тебе? А, да-да-да. Я буду сейчас сидеть. Ну нормально. Я так сначала это не провел отношения? Да. Вообще, в принципе, наверное, как вот это вот все состоялось у меня будет... Сейчас, уже 9 лет. Ну вот, от начала, да? Да, 9 лет. Вода вообще хорошая, да? Вода вообще хорошая, да? Вода вообще хорошая, да? Или нет? Подтекла болезнь. Ну я всегда любила, меня будет образовать. Я всегда любила чип. Для меня это было как бы. Интересно. Но я никогда не шла вот под кровотой ДТР, потому что это что-то такое. То есть для меня вот это... По бизнесу я учусь. По психологии, ну такая, по псово психологии. У тебя дома, да? Вот такой вот аппарат, который я покупаю через неделю. Который ставится вот так вот. А почему твои здесь ставят? Потому что я занимаюсь икангер 2-й тоже. Я сделала сипа, заказала вот такие. Ну что, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Ну или я возьму, почитай. Бери, почитай, да. Вистиллятор, что ли? Это круче вистиллятор. Он, я уже встал в ингредиции, кстати. Я все время всталил напилок. Вистиллятор, это круче. Сколько? 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 Ну, это Корея. Наши уже, это Япония. Наши уже сравнивали. Это Корея. Они через два года ломаются. Эти аппараты производятся. Японские разработчики, совместные с российскими. И за 20 лет, и за 50 лет. Это не один аппарат. Они здесь уже продают, а у кого есть аппараты эти? Нет. По воду не продают. Они продают, пробовать бесплатно. Либо ты можешь кому-то ездить. Ну вот такие бутылочки. Будешь ко мне в гости заводать. Да. Там бутылочки, это я сама. Нет, бутылочки это я сама. Хендмейт практически. Да, я будем смотреть открытым.